Так, ну хоть я и не люблю такие вещи, вот опять развалена ниже уровня сегодняшнего Рима. Ну раз уж пришла, здесь разводят кошек в этом месте. Какая-то богатая дама. Они, значит, тут в традиции древнего Египта, когда считалось, что если обидишь кошку, умрет кто-то из твоих близких. Поэтому вот кошек нельзя обижать. Вот, и в этом месте они кучкуются, их тут прикармливают, никто им не мешает. Вот, торчат колонны, я не помню, что здесь было, но я посмотрю, путеводители вечерком. А там какое-то здание, на котором написано «Аль-Лярти Дзимбельпумене Деутерпе Этерпсихора». Так, Мельпамена, по-моему, это покровительница нимфа музыки, Терпсихора, по-моему, это танца, а вот элотерпы, это не помню кто. Позор на мою голову, забыла, как звали. Смотрите, кошки. Везде кошки. Они тут лежат, сидят, валяются. В общем, короче, кошачье царство. Жуть. Это серенькая тут, разлеглась на солнышке. А рядом с ней пятнистая разлеглась. Ну, это как кошачья зверинец. Там вон черная бродит, вот она. И никто ее не обижает. Дальше серая. Ну, в общем, какая-то очень богатая дама, кошатница. Ну, вот у нее есть роскошь разводить их на большой территории, на свежем воздухе. Потому что, когда обычно в квартирах дамы разводят, там же запах жуткий. Тем не менее, все равно. Ну вот, а так это остатки римской какой-то древней роскоши. А нам нужно... А куда нам нужно? Я уже и не помню. Да просто куда-то глаза глядят. Между прочим, второй несчастный случай, который я тут вижу время за два дня. Так вот, я села на автобус и быстренько домчалась вот мне сюда. Я сюда хотела. Это базилика Марии Ангелов. Это, который уже пожилой Микеланджело сделал из бань древней римских. Вот сейчас туда пойдем. Я чувствую, что это шедевр. Вот, значит, это были термы Диоклезиана. Вот это все. А теперь тут. То, что недоразрушили папой спасали, начав устраивать храмы. А знаете, почему Колизей не развалили? Потому что папа вдруг сочинил байку про то, что на арене Колизея христиан отдавали на растерзание диким зверям. Вот якобы этого ни одного нет документального подтверждения. Это чистая байка. Но благодаря этому Колизей, значит, объявили как памятник страданиям мученикам христианским. И за счет этого его недоразвалили. Смотрите, какого размера. Это гигантского размера. Ну, все равно забор святого Петра, он больше чего угодно. Но все равно это очень пищепляет. Так, ну, я не знаю, естественно, что тут римского, что тут от Микеланджело. Но вот это как в пантеоне, значит, это был купол. Наверное, надо понимать. Ну, сейчас уже не догадаешься. Для этого нужен специалист, чтобы он рассказал. Но во всяком случае, это огромное помещение. Вот там в переделах Тарь. Видите, как хорошо, когда они заслонены эти иконами. Видите, какого лежит, какого. Сейчас посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Творение древних римлян и Микеланджело. Грандиозно. Долучок, проходящий в шейте. Да, а были мы сейчас, я покажу, вот здесь, в этой базилике. Я тут и в Instagram, в постельные видео и фото, и в Facebook. Так, батарейка села. Ну, ничего, сейчас поменяем. Вот здесь вторая. Сейчас она вот заткнется самым, натуральным образом. У меня такое впечатление, вот эти дни туризма, это бесконечный день. Ты вот ходишь и ходишь, а день все идет и идет. И никак не заканчивается. И тебе уже кажется, что ты целую вечность в этом Риме. Хотя только второй день, на самом деле. Так, ну это такое странное местное развлечение, которое вот мне не понять, например. Это засиживание лестницы. Вот все на ней сидят. Зачем сидят? На камне? Не знаю. Мне нравится вот так вот быть наверху. Вот, а тут здесь вот этот вид красивый. Но это потом залезу, наверное, может быть завтра. А тут у меня рандеву, не скажу с кем. Потом вы увидите сами, с кем у меня тут рандеву. Вот, а тут такой фонтанчик. В виде ладьи. Ой, все-все. В общем, фонтаны в Риме, они всегда очень приятные. Пойду прошвынусь пока, потому что я приехала заранее за 35 минут. У меня уже нет сил это все снимать. У меня и так уже ножки болят, а спинка болит. И все болит. Вот это я зашла в церковь, которая недалеко от площади Испании. Ну просто дверь была открыта и вошла. Как тут всегда. Эти боковые пределы. Вообще, честно говоря, такое количество мрамора позолота. В церкви за один день это как-то тумач. Уже начинаешь, начинает укачивать от этого всего. Но вообще красота немыслимая. Особенно вот эти купола расписанные. Так, ужин. Огромная лохань. Салат из морских зверей. И такой вот кусок лазаньи. Вообще, что-то многовато, но ладно. И стоит это все 20 евро.